Помните, я ездил в мае на стажировку в Голландию? Андрей Гериц, мой друг, шеф-повар, обладатель одной звезды Мишлен, ну, вернее, его ресторан Амстердамертье является обладателем одной звезды Мишлен. И вот я у него там пару недель стажировался, и как раз вот это видео, оно больше для шефов и для поваров, потому что там есть практически весь процесс создания бараньего рулета, которого в России я нигде не встречал, ни в литературе, ни в рецептах, он его придумал. Это очень интересный рулет бараний, может быть, кого-то заинтересует прямо из поваров, а кто-то и в рамках дома для своего, там, может быть, мужа или для своей жены, в зависимости, кто в семье готовит, вы сможете его приготовить. Извиняюсь сразу, там есть один или два кусочка, где Андрей говорит на английском языке. Если у кого-то будет возможность такая, там можно субтитры подклеить, ну, как бы, со своего аккаунта и перевести текстом вот эти вот кусочки, я буду очень благодарен. Если нет-нет, значит, уповаем на тех, кто знает английский язык, которые будут понимать. Потому что я не хотел это все перевирать, я хотел, чтобы вы услышали, как Андрей говорит о еде и какие нюансы он высказывает на английском языке. Понятно, что на голландском вообще было бы темный лес, но в этом во всем, соответственно, я думаю, что вы на меня не осердитесь и приятного вам просмотра. Да, чуть позже будут еще несколько роликов. Я решил всю поездку разбить прям кусками, чтобы отделить одну информацию от другой, что так, я думаю, будет вам интереснее. Если мы делаем индийский деш. Индием? Индием деш. Так, это. Это бэк. Мы называем это фанг. Я не знаю, что английское слово, но... Это, например, мято. Это мято. Мы делаем стиль. Это, например, по-другому. И, например, это фанг, который мы используем, чтобы обвел его. И, например, это фанг, что вы видите, мы называем это французский крейпинет. Это фанг, который находится в голове и в голове. Фанг. Фанг, ты имеешься в виду? Да, это фанг. Фанг. И вы можете бэкать это очень красиво. Вдруг вы увидите, как я бэк это. И теперь мы поставим это в холодный бот, 60 градусов, за один час. И сегодня я буду готовить его. И мы будем готовить стю. И сегодня вы увидите, что мы будем готовить это. Мы используем техно-клопа. Мы используем только техно-клопа. Есть 5 части, которые вы используете. Потому что вы хотите увидеть, где они находятся. Сначала вы отрабатываете кожу. Андрей говорит, что он обрабатывает примерно 10 баранов в неделю. Вся мелочопка уходит на тушение. А кости на соус. Россия и Узбекистан не используют. Потому что это очень красивый место. Да, это лимфо-систент. Для чистого крови. Да, да, да. Но мы не используем это. Но мы используем эту соус. Это не проблема. Ты не смотришь. Это фильтр. Да? Это фильтр. Да, фильтр. Да, фильтр. Да, фильтр. Это фильтр. Это фильтр. Потому что мы не выдавали. И вот эта часть идет на тушение. Важно, мы не выдерживаем. И вот эти части обработанные от задней ноги. Они уже пойдут на приготовление блюд. Смотрите. Пошли на бензе. Они называют, в датах, толичьи. Тон. Потому что они длинные. Мы хотим длинные длинные длины потому что мы используем для того, чтобы премийское. Это мы называем хаши. Мы длинные длинные. Чем-то длинные. Потому что На лампе они маленькие. Если вы хотите рябить их дальше, то это первое, что вы возьмете, потому что они так маленькие, если вы держите их на, то они дырят, и вы не будете рябить их. Потом мы перемещаем их. И, видимо, вы видите, в центре, Субтитры создал DimaTorzok Теперь вы увидите, где вы везете. Потом вы вырезаете. Теперь вы не хотите идти через кожу. Это... Да. Таким образом. Вы видите, если я идти через кожу, я не идти через кожу. Если я делаю это здесь, то у меня есть проблемы. Таким образом, мы должны взять все это мясо. Вы должны снять мясо с ребра. Я делаю это, но я делаю это на ребра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, мы будем снять потом. Это очень важно, когда мы говорим с фармами и бутерами, что мы всегда хорошим мясом. Вы видите, это красивый цвет, но также красивый вес. И вы чувствуете, что это длинно. Это очень важно. Если это мягко, я привожу его обратно. Мы называем это, в душе, сметтер. Да, я разговариваю с поставщиками мяса. Мясниками для того, чтобы мясо было максимально свежим. Цвет был белым. Вся шкура, вернее жир сверху должен быть сухим. Если он влажный, то мясо отправляют обратно на бойню и такое не покупают. То есть, обязательно вот эта часть должна быть сухая. И немного жира, конечно же. В общем, мы тоже все время стараемся получить мясо, в котором не так много жира, но это не всегда удается. Это для соуса. Все остальное у нас соуса. Шеф говорит о том, что если вырезку не вырезать сразу, то тогда вы ее потеряете. И если вы оставляете ее на пояснице, тогда она жаривается и теряет форму и все на свете. Поэтому ее нужно отделить и использовать потом как дополнение в определенное блюдо. Вы используете дендерлайн? Нет, я вам покажу. Мы в рамках. Сегодня только два шипа. Да, потому что у меня уже есть два шипа. Сегодня у меня есть два шипа. И каждый день два шипа. Один шипа — 14%. 24% — один шипа. В основном курсе. Мы очень маленькие курсы, поэтому мы не используем много мяса. говорит Андрей, потому что только один ролл на 14 человек, 28 человек, и вся спина барана уходит. Что мы будем делать? Мы будем вырезать львы. Так что мы сделаем? Какая цена, какие цены? Это очень полезные дозвонки. Знаете, что это очень полезные дозвонки? Раз変ается, разная цены. Да, понятно. Вот, например. Главное, как это летит на 4.0, Потому что это дешевле, когда ты знаешь, что делать с этим, понимаешь? Так... Волшеб, если ты хочешь купить. Я думаю, что цена... 5 евро по килограмм. Да, это же самое. Если ты купил все. Что я делаю? Потому что здесь больше и здесь больше. Да, вот эта часть шире, а вот эта часть уже. Поэтому вырезка у нас прикладывается вот сюда, для того чтобы увеличить толщину и снизить, так сказать, сделать ее ровной. Прикольно. Это все внутри. Вот так. Волшеб. 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 Ты не можешь больше... Не дать ему много вкусов. Ты не можешь подать в соусе. Просто барани кости не дают вкуса такого сильного, поэтому мясо должно быть обязательно, ну вместе с костями, быть в кастрюле при варке соуса, иначе тогда не хватит, он будет не настолько насыщенным, насколько нужно. Конечно, в Европе везде защищают до максимального. У нас, конечно, так не принято. Более-менее зачистил и всё. Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ ИНТРИГУЛ 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 Ну, интрируй Не поль Я их назначил ИНТРИГУЛ Это 6-и accumulated ИНТРИГУЛ ИНТРИГУЛ Ну, обычно, через 6-7 дней мы получаем лампы. И они идут в плечи, но только больше. И тогда мы оставим лампы за неделю. И они привезли к нам. Потому что лампы не нужны лампы. Потому что они так мягкие. Они так мягкие. Сколько лет? Это 11 месяцев. 11 месяцев. Не так мягкие, не так мягкие. Но у нас есть лампы. Если они слишком мягкие, мы называем лампы. Лампы. Лампы не нужны лампы. Они говорят в Холмпе, но у нас есть лампы. У нас есть лампы. У нас есть лампы. У нас есть лампы. И нет лампы. И нет лампы. В 15-17 кг. Это лучший ламп. Самый лучший вес. 15-17 кг. Но этот ламп, больше ламп. Да, это 12-14 кг. Это красивая форма. Так, это, мы будем поставить здесь. И мы используем эту форму. И мы будем использовать это потом. И мы будем делать первую очередь. Это наступление. Ну что ж, вот это как раз то тушеное мясо, которое делаете с кусочком из отхода, потом оно выкладывается в пакеты, раскатывается и подмораживается, уже готово, со специями и со всем прочим. Потом оно посыпается трансглютаминазой, это клей, клей и для мяса, если кто знает. Для того, чтобы стена приклеилась хорошенько к сирому куску. Много нельзя? Да. Немножко. Теперь мясо выкладывается на уже приготовленное тушеное мясо. Здесь будет большая нега. Ширяется. Это всю палочку. Это панель, в левом плаке. В левом плаке. В левом плаке вы используете для различных пакетов. Я покажу вам это. Я покажу вам это. Но это были из-за сегодняшнего печь. Мы всегда работали в области для этого. Мы также делаем немного на мясо. немного соль, нет? нет это очень соль и когда мы подбор, это тоже соль 38, из 1 бак. И я покажу вам сегодня, где мы будем. Получилась колбаса. Я сказал, что вы делаете социал. Да, большая социал. Получилась колбаса. Четыре колбасы, это две спины. Овечки. 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 Мы сейчас сделаем это. Потому что снаружи, конечно, сухолен и мягкий. Поэтому мы сделаем это немного... Это немного тихо в шокфрезе. Снаружи, что снаружи, снаружи, но внутри, снаружи, снаружи. А затем, как мы сделаем это. Поэтому, что вы не видели. Потому что когда мы взбакаем, мы получаем это, мы увидим. Это искренний завтрак. Потому что мы нужны только для этого, и для этого мы будем использовать для стилы. Мы будем делать это, мы будем делать это, но мы не хотим это брать. Он позвонит сегодня все, если они уже приходят. Они делают это в России? Если вы идете в фанциальных ресторан, то вы будете посетить? Ресторанцы звонят вас, если вы пришли? Они делают это в России? Да. Потому что в Голландии, люди будут посетить. Они посетят посетители, и они не говорят, что они не пришли. Тогда вы потеряете деньги, конечно, потому что тарелка не продается. В России нужно платить 50%? Да. В Голландии мы не делаем это. Мы делаем это в отеле, но мы не делаем это в ресторанском бизнесе. Потому что мы боимся, чтобы это делать. Но я думаю, что это нормально, что мы должны это делать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это очень хорошо. Потом мы посмотрим, что мы используем, а что мы не выберем. В общем, боковую пленку нужно очистить так, чтобы осталась только подкожная часть. Ну, то есть вот эта вот сухая. Но нужно убрать все мясо, которое пойдет потом вот на этостью, на тушение, которое тоже будет частью вот этого рулета. Поэтому нужно сделать это аккуратно, чтобы не порвать внешнюю пленку. Она должна потом стянуть при запекании весь рулет, и он станет плотным и глянцевым. На кухне стоит такая дымовуха. В общем, разожгли маленькое зеленое яйцо и добавили туда щепы. И сейчас коптят на этой щепе очистки от сельдерея для того, чтобы потом использовать их для отваривания бульонов. Так, это солидное. Это солидное, это солидное. Потому что когда вы на пенте ледят, то когда вы бейт, оно перетут蛇. И так быстро, когда вы кладете, то более удовлетворенное из него. Долезаем, когда мы указываем на водопад, то будет ли мелким. Теперь это сложнее, как ледок, но так, и оно очень вкусно, так тяжело. и мы можем использовать кожу. Это технику вы должны знать, поэтому я сказал вам, что кожа должна быть дырой, но не слишком дырой. Если кожа слишком дырой, то, когда я держу кожу, она будет разрушена. Прямо с глазом? Да. Мы будем делать это лучше, но мы будем делать это после того, чтобы мы увидим, что мы не нужны и что мы используем. Вот так должна выглядеть шкура, которая очистили, жир должен быть обязательно. Вот эта часть твердая, но ее нужно будет потом выдержать определенное время на водяной бане, для того чтобы она стала мягкая. И ни в коем случае не стала жесткая, потому что потом при запекании, вернее потом при обтягивании... Нет, неправильно. Нет, неправильно. И зелёный. Н��ать, не звезда. Нужно зелёный? Да. На разъёме хватает. Стоит сериала. Вот здесь. Нём. Ш skipped. Да. Нет. 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 Нужно это мешать. Значит, если мы заклируем, то, что я тюнику подлинем на воланый. Это сетка, короче, свиньи. Да, да, да. Ты знаешь это? Да, я знаю, но я использую ламп. Но это? Ты имеешь в виду? Я не знаю. Ламп, очень хороший фен. Да, но это не фен. Это не так, не так. Понимаете? Это как это. Вы можете сделать криспий. Да, мы не используем это. Мы используем ламп. Это же ламп. Ты имеешь в виду ламп? Ты имеешь в виду ламп. Хорошо. Я спросил, что это. Очень популярный ламп. Мы используем ламп. Некоторые куски. Ролируем эту ламп на огонь. И это все. Хорошо. В эту штуку заворачивают то, что сделали и ранее. Потом все это заворачивается в свиную сетку. А потом только готовится. Свинина с бараниной. Представляете? Мне просто не кошерно. Я бы сказал, под угрозой соли во всей операции. И они не используют почему-то баранью сетку. Ну, возможно, нужно поговорить с мясником и выяснить, почему нет бараньей сетки. Да, первая спина, которую почистили, считай, час назад, уже начала подсыхать. Здесь, конечно, нужно все это делать быстро. Иначе удачи не видать. Каждая колбаса будет номерная. Немножко опять трансглютаминаза, для того, чтобы рулетик прилепился к кожице. Так, номерная колбаса пошла. Движения. Вдоха. Вдох. 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 Светлана. Вдох. 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 Все замотано, готово к отправке на водяную баню. После обучения колбасному делу Петра Пахомова, руки начинают сами делать то, что им нужно, чтобы превратить любой белок в колбасу. Теперь пришло время, уже так сказать, рулетики, которые у нас находятся в шкуре, ну не в шкуре, а в сале подкожном, шкурке, которая находится под кожей, вот правильно так, наверное, будет сказать. Теперь они отправляются в свиную сетку и аккуратно заворачиваются. Выглядит, конечно, потрясающе. Все лишнее обрезается. И они становятся вот такими. Колбаса из барана дело увлекательное. Да? Да? Вот так вот. Я думаю, что лога работает. Вот. Нужно перейти в баранину. Теперь нужно нарезать кучу баранины для того, чтобы сделать тенгюрач. Они не знают, что такое крепкий чай, поэтому наливают, как попало. Нужно нарезать кучу баранины для тушения. Зачищая и обрезая толстые куски, если то потребуется. Промежуточный этап. Вот наши бараньи колбаски становятся вот такими. Сейчас они еще будут доходить в печи, потом на гриле, а потом только будут резаться. Надеюсь, что я не пропущу этого момента. Продолжаем и попью их с бараном. Значит, потом колбасу вот эту вот из барана, которая получилась, ее обжигаем горелкой. Она уже провела час в водяной бане при температуре 60 градусов. Потом уже была обжарена на сковороде, а теперь обожженная горелкой. Сейчас будем смотреть, что же там внутри у этой колбасы. Света, конечно, не хватает, темно. Вот так выглядит колбаса. Это выглядит шикарно, конечно, просто шикарно. Сыр-панир. Рулетики сделаны из тыквы. Внутри, как вы. Памкин? Памкин. Внутри? Внутри. Внутри. Чипсина, хлеб с тыквой. Обязательные листочки какой-то белой штуки. Я не знаю, что это такое. Какое-то растение. Кубики. Это панир, сыр жареного кастрюри. Морковное пюре. Ой, вру. Это не морковное пюре, это пюре из сладкой картошки. Кориандр? Гель из кориандра со сливками. Это тушенка из барана. Тушенка из входа барана, которую мы сегодня разбирали. Это морковочка. Панкин? Тыковка. Маринейтен? Кисло-сладкая. 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 Тушенка из noodle стакана. Морковой цепи. Тушенка из трубки. Компания. Это крошка из панира. Вот этот мусс. Мусс, мусс. Тика масала? Зеленая маслица. Мусс, тика масала. Мусс, 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 мусс. Мусс, 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 мусс. Викур shy. Мусс, 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 мусс. Продолжение следует...